В Золе-Туде на улице Преданность в четверг около 18 часов произошло ЧП. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, там обвалилась крыша в супермаркете Максима на площади около 500 квадратных метров. Магазин буквально сложился как карточный домик. В результате погибло по меньшей мере два человека и есть пострадавшие. На время сбора выпуска новостей было неизвестно сколько. Все подробности в эфире Радио Болтком рассказал очевидец трагедии Андрей Давидович. Одна из несущих стен, колонна, начала трескаться, я ввалилась за собой, понесла как карточный домик, развалилось все здание, все крыша. Вы находились внутри здания в этот момент? Я находился буквально за минут 10-15 минут до этого, находился в здании и получается сработала аварийная сигнализация. И микрофон, люди говорили, пожалуйста, покиньте здание. Но самые как бы так, люди умные покидали здание, а остальные все продолжали свои покупки, покупали. Никого это не волновало, никто силком не выгонял людей. И как карточный домик в магазин сложился, буквально минут 10 назад еще раз крыша обвалилась повторно. После этого минут 20, не знаю, все стояли на улице, тишина, ждали, когда приедет скорая, пожарная. Поэтому люди уже сами начали бросаться на помощь, но дверь была заблокирована. Как сообщило с места ЧП вице-мэр столицы Андрис Америкс, информацию о пострадавших можно узнавать по телефону горячей линии 67-37-54-59. Еще раз повторю номер горячей линии 67-37-54-59. Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Рижским Динамо и Ханты-Мансийской игрой попал под пристальное внимание общественности и вызвал скандал. А вернее предматчевое шоу, которое было приурочено к 95-летию независимости Латвийской Республики. Игра проходила 17 ноября в арене Рига при заполненных трибунах. Во время шоу на льду участники представления растянули орнамент, который у многих навеял ассоциации с нацистской свастикой. Кто-то такой жест воспринял как национальное оскорбление России всех советских солдат, павших во Вторую мировую за освобождение Европы. Председатель правления Рижского Динамо Юрий Савицкий считает, что никакой свастики не присутствовало, а был это древний и любимый народно-латышский национальный знак. Лидер латвийского антифашистского общества Иосиф Корн убежден, что это умышленная провокация, а также публично оскорбление российской хоккейной команды. Публицист, спортивный комментатор Михаил Шахназаров в интервью радиостанции «Болтком» указал, что орнамент на льду российская команда восприняла не иначе, как свастику. Есть какие-то отдельные случаи, которые подогреваются не очень умными людьми, я бы сказал, идиотами. Допустим, тот же матч Динамо-Рига-Югра, на котором был сделан орнамент из латвийских флагов в виде свастики, это действительно была свастика. У ЛТШ есть другие орнаменты, есть Аусикли, есть какие-то, ну, я не силен, но скажем, другие. Но если бы это показалось мне, но если директор команды «Югра» говорит, что наши ребята были в шоке, когда увидели перед игрой, и бились с удвоенной энергией, это о чем ты говоришь? Зачем это было делать? Ну, а тем временем руководство континентальной хоккейной лиги провело по этому поводу заседание экспертной комиссии с привлечением всех видеоматериалов, а также специалистов по геральдике, на которые было признано, что ничего криминального в предматчевом шоу нет. Москва рассчитывает, что Рига воплотит в жизнь рекомендации международного сообщества по проблеме неграждан. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с латвийским коллегой Эдгаром Ренкевичем. «Есть проблема, которая касается неграждан», – сказал Лавров. «Мы исходим из того, что рекомендации, которые международные организации выдвигают, являются достаточно конструктивными для того, чтобы они были воплощены в практическую жизнь в Латвийской республике». «Москва», – подчеркнул министр, – «заинтересована в углублении отношений с Латвией по всем направлениям. Отмечаем активизацию политических контактов. В экономической сфере есть чем гордиться, но не надо расслабляться». Представитель Национального совета по электронным СМИ Элита Клейнхоффа-Пруксе обратилась к своим коллегам с открытым письмом с просьбой прекратить трансляцию передачи ЛТВ «Запрещенный прием», потому что считает ее антиконституционной и раскалывающей общества. По ее мнению, авторы запрещенного приема придумывают провокационные ситуации, как в последнем сюжете с русскими школами, снимают людей, их реакцию воспроизводят записанные телефоны разговора, вызывая серьезные дискуссии в обществе. А руководитель программы «Гунтес Буэрс» побуждает органы безопасности заводить дела и проверять лиц, которые стали подопытными для передачи. Публицист и глава Союза журналистов Латвии Юрий Спайдерс указал на это, что никаких наказаний для таких провокационных журналистов латвийское законодательство не предусматривает. Вопрос, как вот трактовать данное требование закона, или трактовать узко, или трактовать широко. И то, что вот, скажем, на чем строится сенсациональность данной передачи, именно на очень узкой трактовке и на использовании того, что такого рода приемы в некоторых странах могут быть жестко наказуемы. Но в Латвии, по крайней мере, здесь ни уголовное, ни административное наказание не грозит, так как в Латвии законам запрещено подавать себя за другого только в корыстных целях, давать экзамен по госъязыку вместо другого за день. Публицист также добавил, что существует 25-я статья закона о печати и других средствах массовой информации, в которой четко прописаны обязанности журналиста. Первый пункт статьи как раз-таки и гласит о том, что журналист обязан давать правдивую информацию. В четверг, 21 ноября, на заседании парламента, некоторые предложенные оппозиции и законопроекты были поддержаны благодаря Национальному объединению Веселатвии и ТБДННЛ. Таким образом, уже на первом заседании парламента, после обострения кризиса в правящей коалиции, стало ясно, что правительство Домбровскиса не всегда хватает голосов для обеспечения большинства. Нац. Объединения и внефракционные депутаты поддержали передачу комиссиям, предложенных Центром Согласия по праву к закону молодежи, тогда как единственные партии реформ голосовали против. Кроме того, Национальный блок поддержал предложение Союза зеленых и крестьян о том, что кандидата в Еврокомиссар от Латвии утверждает парламент. Как заявил лидер Нацблока Райвис Дентерс, Веселатвия и ТБДННЛ поддерживают эти предложения по существу. Еврокомиссара нужно выдвигать не в политических кулуарах, а открыто. Также важно обсуждать проблемы занятости молодежи. В то же время он повторно заявил, что Нацблок не планирует срывать выполнение бюджета и создавать проблемы для страны. Сайм в четверг 21 ноября утвердил инициированный единством в окончательном чтении изменений в законе об общественном транспорте, который предусматривает, что декларированное место жительства нельзя использовать как единственный критерий при введении льгот на проезд. Мэр Реги Нилушаков ранее заявил, что несмотря на изменения в законе, столичное самоуправление найдет способ, как предоставить своим жителям льготы. И действительно, 19 ноября Рижская дума утвердила новые правила о льготах на проезд, которые предусматривают, что с 1 января будущего года стоимость проезда для всех рижан в возрасте до 75 лет составит 50% от нового тарифа. Теперь место жительства не является единственным критерием предоставления жителям Риги скидок на проезд. Соответственно, несмотря на принятые СММ поправки, с 1 января проезд для жителей Риги будет стоить 60 евроцентов, для нережан – 1 евро 20 евроцентов. Риги Нилушаков В четверг 21 ноября в течение дня на площади у Рижского дома конкурента прошло первое мероприятие фестиваля «Путь рождественских елок», в котором рижане и гости города могли поучаствовать в создании кормушек для птиц. Кормушки для птиц или скворечники превратятся в один из проектов фестиваля «Птичью елку», а весной они будут доставлены в леса Риги, чтобы служить пернатым. Автор идеи «Птичьей елки» молодой художник Анрей Земглс своим проектом хочет напомнить, что ель – это не только символ Рождества, но и дом для птиц. Сам фестиваль «Путь рождественских елок» пройдет в этом году вот уже в четвертый раз – с 5 декабря по 12 января. Город будет украшен многочисленными и многообразными традиционными и оригинальными елками.